Добрый день всем! Мы знаем, что где-то в районе 60-х годов биометод начал развиваться. Бегляров Георгий Акопович написал методику по применению хищного клеща фитоселлюса. На этом фоне необходимо было отменить все излишние пестицидные обработки, поэтому в защищенный грунт Советского Союза в те годы начали постепенно внедряться новые виды энтомофагов. Ну, мы знаем и инкарзия, и, скажем, разные виды наездников по тлям, афидиусы, прежде всего. Хищные клещи против табачного трипса, ну, мы знаем хищных клещей, это амблицес Маккензи, он же Баркери, и амблицес Кумбис. А с годами биометод развивался, вот прошло уже 60 лет с первого внедрения хитоселлюса, 60 лет прошло, и ассортимент вырос, и не мудрено, что в таком ассортименте легко потеряться. Вот, ну, чем хороши фитосидные клещи? Ну, во-первых, тем, что они маленькие и работают незаметно. В основном они являются хищниками тетраньиховых клещей, а также других групп, других семейств клещей. Совершенно неожиданно оказалось, что они являются и хищниками мелких видов насекомых, ну, прежде всего, трипсы и белокрылки. Постепенное внедрение вот этих вот видов хищных клещей в защищенный грунт показало, что от них польза двояка, они уничтожают не только вредные. На этом фоне, когда мы отменяем пестициды, возможно, во-первых, бороться, преодолевать сформированные популяции, резистентные популяции фидрофагов. А с другой стороны, при уменьшении пестицидных нагрузок улучшается рост растений и, соответственно, возрастает урожайность. Предварительно считается, что одна химическая обработка тормозит рост растения где-то на сутки. То есть, а если мы в неделю применяем, ну, порой чуть ли не каждый день, а то и через день, конечно, там, ну, две-три обработки в неделю, это вот, считайте, три дня растения могут не расти. Хищных клещей в природе существует достаточно большое количество. По предварительным данным международных ученых, считается, что около двух с половиной тысяч и более. Многие виды еще неизвестны. Часть видов нашло практическое применение. И многие из этих видов, ну, то есть 40 видов, в принципе, могут быть использованы в какой-то мере в сельском хозяйстве, на плодовых культурах, на ягодных культурах. Вот тут про садовую землянику говорили, правда, вот этот клубник – это неправильное название, народное. Садовая земляника, где очень активно применяются хищные клещи. Возможно, применение на других ягодных культурах, та же черная смородина. Но наибольшее применение хищные клещи фитосиды нашли в условиях закрытого защищенного грунта, где постоянно тепло, светло, есть кормовые растения для фитофагов, и, соответственно, хищных клещей против этих фитофагов очень рационально использовать. Благодаря тому, что многие виды хищных клещей в лабораторных условиях научились выращивать в массовом количестве, их применение стало реальным. И вот, в частности, конечно, фитосилис персимилис, всем широко известный, его разведение проводится на живых растениях с использованием пищевого клеща паутинного. Но это частный случай. А остальные виды хищных клещей, как правило, стараются разводить на альтернативных кормах, что, безусловно, облегчает метод накопления, удешевляет производство и, соответственно, открывает большие перспективы. Многие виды уже коммерциализованы. Вот списочек мы видим тут. Какие-то виды как бы морально устарели, но я считаю, что не надо их забрасывать. Все-таки при определенных условиях их использование тоже возможно и нужно. Многие виды являются перспективными, по крайней мере, для территории России, для территории Казахстана, для Украины, то есть для стран, которые не являются Западной Европой или США. То есть на территории СНГ, на территории бывшего Советского Союза есть возможности использовать те виды, которые на сегодня считаются перспективными или которые прошли апробацию на Западе, но пока еще не внедрены на наших территориях. Основной объект, вредящий в защищенном грунте, независимо от выращиваемой культуры, то есть овощные, декоративные культуры, ягодные. Вот обыкновенные паутиные клещи, это является чуть ли не базовым объектом, который ежегодно проявляет себя, несмотря на все мероприятия. То есть как только, в принципе, начался защищенный грунт, то есть там проники были первым вредителем, который проник вот именно в закрытые культивиционные помещения, это был обыкновенный паутиный клещ. Соответственно, там разные другие виды, но это чуть ли не базовый вид. Параллельно с обыкновенным паутиным клещом в закрытом грунте, в защищенном грунте широко распространен и красный паутиный клещ, который не менее вредоносный, но его биология развития более сложна, и тем не менее, коли он проник в конкретные тепличные хозяйства, то считать, что эта проблема будет всегда. Потому что какие бы ни проводились мероприятия, этот фитофак все равно каким-то путем сохраняется в теплицах и ежегодно наносит значительный ущерб. Паутиные клещи имеют множество естественных врагов, которые в той или иной мере могут быть использованы в защищенном грунте, но с учетом того, что каждый вид хищника обладает своим потенциалом, своей способностью работать в колониях паутиного клеща, в зависимости от того, какая плотность этой колонии. То есть при слабом заражении работают одни виды, при умеренных интенсивности размножения другие, а при массовом размножении могут работать определенные виды, как, например, филтиела, корисуга, хищные галлицы. Но при этом следует учитывать, что многие виды, работающие при высокой численности, конечно, эффективны, но при этом нежелательны их использовать, поскольку на фоне высокого развития популяции паутиного клеща растения ужасно страдают вплоть до гибели. Что касается фитофитисидных клещей. И вот тут вот, видите, у нас ассортимент по паутиному клещу наиболее широк. И хищные клещи характеризуются тем, что они эффективны, срабатывают при низкой численности паутиного клеща, и когда он еще, может, даже не нанес экономического ущерба. Ну, у каждого вида хищного клеща свои особенности, свои требования температуры, к влажности, свои поисковые способности, возможность жить в колониях, уничтожать колонии паутиного клеща, соответственно, откладывать яйца, потомство. Поэтому желательно, чтобы, допустим, агрономы, которые сейчас же принцип какой? Сейчас коммерция, сейчас покупаются энтомофаги, и если раньше был подход такой, что при крупных комбинатах всегда были свои биолаборатории, сейчас это экономически порой невыгодно, легче закупать акрифагов, ну, энтомофагов тоже, под свои потребности. И, в частности, что, допустим, если вы знаете, что у вас может произойти вспышка паутиного клеща, вы, прежде всего, конечно, можете приобретать фитоселеса, но если у вас есть запас времени, и вы не хотите большого разрастания очагов паутиного клеща, трое можете приобретать соответствующих. Вот другие виды хищных клещей, в частности, вот не остались калифорникус, в какой-то мере амблисес андерсони. Ну, вот цикл развития хорошо всем известен, да, то есть это вот в течение двух недель при оптимальной температуре, там, скажем, 20-25 градусов происходит развитие, то есть самка откладывает яйцо, проходит все стадии развития, и самка опять откладывает яйцо. То есть через две недели у вас цикл завершается, но при этом самка, она же не одно яйцо откладывает, она откладывает порядка 70-150 яиц. Соответственно, через две недели у вас численность популяции моментально возрастает. Ну, прежде всего, на это влияют температуры. Чем выше температура, тем быстрее проходит цикл развития, и, соответственно, вы можете за 10 дней получить вспышку паутиного клеща. Чем хороши хищные клещи, вот, по отношению к паутиному клещам, они способны питаться всеми фазами развития паутиного клеща. Ну, кто-то предпочитает, допустим, первоначально уничтожать яйца, кто-то нападает на самые какие-то виды хищных клещей. Ну, самое любопытное, что те виды фитосид, которые питаются яйцами, преимущественно, а это фитосилиус, это, допустим, неосилиус, лонгиспинозис, они настолько разрушают структуру популяции возрастную паутиного клеща, что прерывают его цикл размножения, и таким путем происходит регуляция численности вредителя, и через какое-то время то есть фитофак не размножается интенсивно, не наносит серьезного ущерба, вот, но тактика применения каждого отдельного вида хищного клеща, она своеобразна, и поэтому, опять же, агрономам надо это все принимать во внимание. Ну, в частности, по тетраниховым клещам, как наиболее распространенным видом клещей растительноядных в защищенном грунте, существует масса литературы, вот, и какие-то виды, как я уже говорил, нашли коммерческое применение, какие-то виды в той или иной мере недостаточно изучены, поэтому, как бы, их практическое применение менее изучено, менее применяемое, но я думаю, тут все дело исправимо, поскольку строятся новые теплицы, возникают различные климатические состояния в теплицах, там, соответственно, да, хоть и где-то есть климат-контроль, где-то жарко, где-то сухо, поэтому разнообразие видов фитосиит, оно только на пользу. Мы знаем, что тоже фитосиит, персимилис, он хоть достаточно эффективен, но имеет свои ограничения. Ему необходимы влажные теплицы и умеренно теплые. При повышении температур фитосиит выходит в тепловую депрессию, например. Вот, ну, фитосиит самый... Юрий Иванович, Верните слайд, вот там плюсики у вас стоят. Верните слайд, я знаю, как его вернули, Назад. Фитосиит стоит на тетраникус уртицу три плюса, а на циноборинус один. Дело в том, что это условные, конечно, плюсики, но дело в том, что фитосиит предпочитает, как правило, питаться яйцами паутиных вещей. но яйца красного паутиного клеща, они, возможно, являются менее питательными, чем яйца обыкновенного паутиного клеща. И это во-первых. Во-вторых, красный паутиный клещ, как правило, заселяет томат, фитоселлюз, тут вопрос его применения, то есть на томатах недостаточно эффективный фитоселлюз именно из-за особенностей. Это литературные данные, получается. Ну, это тут и разные, тут и литературные, и общие сведения. Но чем, вот почему три плюсика, тут как бы более понятно объяснить, что этот вид, фитоселлюз, он способен регулировать численность паутиного клеща при его более высокой плотности, в отличие от других видов. То есть он, сам фитоселлюз крупный, прожорливость его высока, плодовитость порядка пятидесяти и более яиц за период репродукции, в отличие, скажем, от других видов. То есть если сравнивать по обыкновенному паутиному клещу, мы видим, что фитоселлюз персимилиз наиболее эффективно может регулировать численность обыкновенного паутиного клеща. Что касается тетраэксиноборинуса, то, опять же, исключительно из-за того, что как правило он встречается на томатах, хотя и на огурцах тоже это вид. Вопрос регулирующего эффекта более слабый у фитоселлюза. Но тут именно сочетание красный клещ и томаты. фитоселлюза. как бы тут в этом надо понимать момент. Все, я понял. Хорошо, спасибо. Достаточно сложный тут, да. Тут у каждого агронома могут быть свои предпочтения, свои понимания, где и как работает фитоселлюз. В свое время некоторые фирмы даже начали продавать специально томатного фитоселлюза. якобы у него ноги длиннее, он сможет по трехомам более активно бегать. Но я что-то сомневаюсь, что там длиннее ноги. Да, фитоселлюз. Чем фитоселлюз хорош? То, что он может регулировать численность паутиного клеща при высокой плотности. Но при этом не надо забывать, что важно не норма выпуска на метр квадратный, как сейчас принято, а все-таки соотношение хищник и жертва. Чем больше хищника против жертвы, тем быстрее наступает регулирующий эффект снижения численности. Если мы выпускаем одного фитоселлюза на 100 особей паутиного клеща, то хищник съест его, но пройдет при этом 3, а то и 4 недели. Поэтому при выпуске минимальном регулирующий эффект наступит раньше. Самое эффективное соотношение хищник-жертва, то есть вы выпускаете сегодня и смотрите, что у вас там на листе, 1 в 10 вот считайте где-то в течение недели, полутора, то есть в течение 10 дней колония будет уничтожена. Соответствующе вы принимаете решение, сколько вам надо выпускать фитоселлюза при подсчете предварительным каутиного клеща, сколько у вас условно на лист находится каутиного клеща, соответствующие нормы выпуска корректируйте. Но фитоселлюз, как оказалось, что он очень чувствительный к влажности и при переходе на малообъемные культуры при капельном поливе, фитоселлюз недополучает той влажности, которая ему необходима по жизни. То есть этот вид, его происхождение это влажные субтропики Средиземноморья, где достаточно высокая влажность. При снижении влажности ниже 70%, очень резко снижается отрождение личинок из яиц. И соответственно, если мы применяем фитоселлюз в относительно сухих теплицах, а сейчас теплица у нас порядка 70% влажность днем, то соответственно, надо корректировать и нормы выпуска, и кратность колонизации. Ну вот, как вот уже Владимир тут говорил о том, что ранее технология выращивания розы была без пригиба, соответственно, были сухие теплицы и применение фитоселлюз возможно было только путем наводняющих выпусков, то вот на сегодня технологии поменялись, скажем, внутри куста розы за счет формирования вот этой фабрики, за счет пригиба формируется хорошая благоприятная влажность и соответственно фитоселлюз после сезонной колонизации способен накапливаться, то есть успешно развиваются яйца и соответственно однократный выпуск обеспечивает защитный эффект. Но с учетом того, что мы знаем, что фитоселлюз способен к миграции после уничтожения определенной части популяции паутиного клеща он оставляет какую-то часть яиц и личинок и нимф паутиного клеща в расчете, что это будут доедать его потомки, самки мигрируют. Но опять же и потомки не очень чисто срабатывают и в итоге через какое-то время возникают на этом же самом месте новые очаги паутиного клеща и поэтому фактически тактика применения фитоселлюз состоит в том, что периодически проводятся дополнительные выпуски во вновь возникающие очаги. Опять же вот как только если на розах например мы переставим производить формирование фабрики идет активная срезка розы допустим каким-то праздником внутри габитуса куста падает влажность и происходит вспышка паутиного клеща фитоселлюз не успевает догонять. Поэтому очень часто применяются корректирующие обработки. Другой вид хищного клеща тоже наверное хорошо всем известный и широко применяемый во всем мире неоселлюз калифорнийский специализированный хищник паутиного клеща и более агрессивный по отношению к красному паутиному клещу. Но вопрос его использования очень сложный. То есть для того, чтобы этот хищник проявил свою активность надо его правильно применять. Если мы фитоселлюзом можем выпускать уже сильные очаги паутиного клеща и знаем, что фитоселлюз справится в течение 10-15 дней, то совершенно рассчитывать на неоселлюз калифорникуса таких основ нет. Почему? Дело в том, что сам по себе неоселлюз калифорникуса это более мелкий хищный клещ. Его прожорливость ниже, чем у фитоселлюза при этом время развития более длительное и меньшая плодовитость. Поэтому регулирующий эффект после колонизации может наступать только через неделю, а то и более после колонизации. Соответственно и выпуск хищного клеща калифорникуса должен производиться заранее по очень низкой численности паутиного клеща или в отсутствии паутиного клеща. Дело в том, что многие виды фитоселлюза способны питаться альтернативными видами корма. Как то пыльца разных видов растений, в теплицу очень интенсивно в период цветения проникает пыльца сосны, ели, березы, и эта пыльца является благоприятным белковым кормом для хищного клеща. Кроме того, вот в частности неоселис калифорникус он способен питаться личинками трипса, но при этом конечно не являясь регулятором численности трипсов. Но в качестве дополнительного альтернативного питания для хищника это очень благоприятно. И опять же мы знаем, что фитоселлюз не может долго голодать. Четыре дня без еды фитоселлюз не способен прожить. У него идет рассасывание яйцевой продукции, через четыре дня самки погибают. С другой стороны неоселис калифорникус и многие другие виды хищных клещей они способны голодать и до десяти, до четырнадцати суток. А если есть доступ к капельной влаге, то как раз эта продолжительность жизни без еды четырнадцать суток крайне выручает. Мы знаем, что капельная влага может быть в теплицах всегда, особенно в момент восхода солнца в точках росы, когда на кончиках волосков формируются капельки воды и вода используются хищными клещами. То есть... Иван Иванович, у нас еще минут десять. То есть вопросы... Ну ладно, тогда быстренько. Формирование лонгоспеноса происходит очень успешно уже спустя неделю и тогда, собственно, возможно регулирующее действие хищного клеща. Ну, на сегодня мы знаем, что предлагается к продаже и амблице Сандерсоне против паутинных клещей, но... Иван, не так быстро. Расскажите про лонгспеносус. деваться. А, лонгспеносус. Хорошо. Я думаю, что презентацию там все потом могут получить, да? Без вас мы все равно не разберемся. отбедите. Дело в том, что у нас как бы масса сейчас скажем, азиатских стран. Это прежде всего Китай, Япония, Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Индонезия, начали внедрять в практику защиты растений свой местный вид хищного клеща неосцеллиус длиннощетинковый. Этот вид, как было установлено исследователями в этих регионах, является крайне специализированным видом хищником паутиного клеща. При этом, поскольку этот вид был исторически сформирован в условиях муссонного климата, его требования к сухости, к влажности, к низкой температуре, к высокой температуре очень широкие, в отличие от фитосильуса. И в этом его преимущество. вид, конечно, небольшой. То есть, сравним с различными видами. Он даже меньше, чем калифорникус. Но этот вид способен плотно сидеть в колонии паутиного клеща, откладывать массу яиц, и буквально через какое-то время этот хищник просто напрочь на 100% уничтожает колонию паутиного клеща. При этом совершенно ему безразлично какие температуры, какая влажность, но чем выше температура, то есть температура за 40 градусов для него крайне благоприятная, в отличие от фитосильуса, для которого это неблагоприятная температура. Поэтому в летний период, когда в теплицах возможно повышение высоких, ну, очень высоких температур, не все в должной мере теплицы имеют климат-контроль, то перспективы у этого хищного клеща открываются очень большие. Вот. Опять же, в отличие от фитосильуса, он спиноз более толерантен к низкой влажности воздуха. и поскольку его яйца более успешно отрождаются, чем у фитосильуса. Регулирующий эффект, вот вы видите, что буквально в течение 10 дней, то есть самки паутинного клеща откладывают яйца, идет развитие, но в течение какого-то момента хищник начинает уничтожать яйца паутинного клеща, и поэтому идет снижение, общее снижение численности хищника, фитофага, но дальше он начинает разбегаться. Тут вот проведен опыт при повторном подсадке паутинного клеща с тем, чтобы хищник сохранился, но, как видим, при первом выпуске пяти самок, при втором выпуске пяти самок, шансы у паутинного клеща на размножение резко снижаются. Ну, это что касается паутинных клещей. Ну, в защищенном грунте мы знаем, что есть и вредители, в частности, вот трипсы. Западный трипс сейчас получил наибольшее распространение в защищенном грунте. Практически, я не знаю, даже есть ли такое хозяйство, где его нету. вот, а против трипсов, опять же, мы знаем, есть комплекс энтомофагов, и что касается хищных клещей, то тут у него два трофических объекта для питания, это личинка первого возраста и в какой-то мере личинка второго возраста, пока она еще не развелась в крупную особь. Опять же, ассортимент видов фитнесидных клещей у нас более-менее широкий, часть видов нашло коммерческое применение, часть видов ждет будущего момента, и на сегодня мы знаем, что у нас есть амблисэс свистки, достаточно эффективный хищник западного трипса, неосцелис куркумерис, и вот в последние годы появился новозеландский вид, трансэс мандаринзис, который тоже достаточно эффективный, и находит все больше применение в защищенном грунте. Исходный вид, который раньше применялся в закрытом грунте против табачного трипса, как я уже говорил, был амблисэс баркере. По мере проникновения защищенный грунт западного цветочного трипса и смены технологии перехода из грунтовых на малообъемные теплицы, больше распространения получил амблисэс кукумерис, ну, а потом, когда стали больше изучать разные виды хищных клещей, установилось, что и возможно одновременно использовать против трипсов и против белокрилки другие виды хищных клеща. Ну, вот амблисэс цивирский коммерческий распространенность широко применяется, вот, при этом следует учитывать, что его использование более рационально при одновременном заражении, заселении растений и трипсом, и белокрилкой, и тогда его плодовитость остается в норме, то есть хищник получает рациональный белковый корм, и соответственно регулирующий эффект по двум объектам более эффективный. Что касается трансэс мандаринзис, а, кстати, вот, я тут выяснял, что такое мандаринзис, все почему-то считают, что от слова мандарин, на самом деле в Новой Зеландии есть место мандаре, называется, и, соответственно, дали географическое название мандаринзис. поэтому я думаю, что русское название будет, то есть переводное русское название трансэй мандар, мандора, да, из местности мандора. Вот, хищник оказался достаточно эффективным, несмотря на то, что он меньше по размерам, чем, скажем, облице свирского, и он оказался достаточно агрессивным и способный нападать на личинку трипсов второго возраста, не боится его. Мало того, что он ест трипсов и белокрылок, еще он более эффективно работает по паутинам клещам, поскольку его локомоторный аппарат приспособлен по продвижению по всем слоям паутины, паутинам клеща, и поэтому тот комплекс фитофагов, который сформирован, скажем, на той или иной овощной или декоративной культуре, более интенсивное, широкое применение, возможно, вот этого нового на сегодня объекта хищного клеща. Но в перспективе возможны и другие виды хищных клещей, и, скажем, на территории бывшего Советского Союза изучены разные виды хищных клещей. Один из них, например, Трансельс Гербариус, технология разведения его известна, вопрос просто технологии его применения. Я думаю, что он найдет свою нишу через какое-то время, поскольку более адаптирован к умеренным температурам, тем более на фоне того, что, допустим, часто выращиваются культуры при низкой температуре, ночной особенно, вот тут разговор состоял о землянике садовой, что 12 градусов, 10-12. Дело в том, что хищные клещи умеренной зоны, они более адаптированы именно к пониженным температурам, и поэтому те растения, которые выращиваются, а мы знаем, что томат, ему ночная температура оптимальна, там 17 градусов, вот, поэтому вот эти вот хищники с регионов с умеренным климатом, они могут найти, ну, как бы свою нишу по применению, и я не исключаю, что возможно бепарное применение хищных клещей, то есть одни хищники, то есть мы выпускаем 2-3 вида хищных клещей, одни работают в период дневной жары, другие работают в сумерках, вечерние часы, кстати, они в 3 часа ночи прекрасно питаются, вот, я это сам видел. тепличная белокрилка в защищенном грунте это тоже бич, против нее существует соответствующий комплекс энтомофагов, и хищные клещи применяются против тепличной белокрилки в расчете на то, что они будут уничтожать часть популяции, то есть нарушать естественный возрастной состав фитофага. Чем больше мы хищника выпускаем, чем больше он съедает в фазе яйца и личинки, тем меньше через цикл развития будут появляться взрослых особей, меньше будет окладываться яйца. То есть, это как бы такая стратегия. А тактика заключается в том, чтобы вовремя выпустить в нужном количестве на растения. И вот на сегодня, конечно, амблице свистки получили широкое распространение. С другой стороны, вот мы знаем, амблидрамаус лимоникосом как бы нас говорят, что вот очень эффективный. Но мы не знаем ни одного случая широкого применения на территории СНГ, стран СНГ, вот этого амблидрамаус лимоникуса, тем более, что у него есть свои ограничения, ему необходимо дополнительное питание для того, чтобы он был эффективным регулятором численности. Что касается трансэйс-мондариндзис, то этот вид, вот, чем он интересен, конечно, маленький. Но в этом и преимущество, что найти пищу и продержаться в теплицах у него гораздо более высокая вероятность. При этом особенность такая, если сравнивать амблицеса свистки и трансэйс-мондариндзис, амблицес свистки через неделю, через неделю ниже, 22-23 градуса. Поэтому, опять же, с учетом этого и требования к ассортименту фитосиид, соответственно, с другими видами хищных клещей. Влажность – это очень важный аспект для того, чтобы сформировать популяцию фитосиидных клещей в киплицах. Дело в том, что на сегодня, как правило, допустим, светокультура у нас, влажность порядка 70% держится по всем ярусам. Это не оптимальная влажность для фитоселеса. Соответственно, необходимы поиски других видов для внедрения. Да, Юрий Иванович, у нас… И вот, глядите, я к тому, что вот было оценено 4 вида хищных клещей, и было установлено, что толерантами к низкой влажности перспективен, например, амблицеус ламбиспиенозис и амблицеус редуктус. Вот это 20 градусов, это 25 градусов. Спасибо за внимание. Можно еще вопросы? Возможно, у кого-то есть вопросы. Какие химические акарициды вы считаете наиболее эффективными против обыкновенного и красного паутинного клеща для быстрой ликвидации вспышки, когда уже поздно работать акарифагами? Юрий Иванович, вышел? Ну вот. Чего, я здесь, меня не видно? Хорошо. Мне не видно. Алло. Да, да, да. Где я? Я себя не вижу. Ну, вас слышно, Юрий Иванович. Хорошо. Значит, глядите. Дело в том, что ассортимент пестицидов, акарифагов, которые у нас разрешены официально, он очень небольшой. И при частом применении такого небольшого ассортимента формируются высокорезистентные популяции паутинного клеща, и многие препараты, потерявшие свою эффективность, уже порой не используются. И только при длительном их неиспользовании возможно потом опять их применение на практике. С другой стороны, нелегально появляются многие виды акарицидов. Ну, вот, например, сегодня у нас известен такой препарат, как скельта или сельта. Формирование резистентности к этому препарату происходит достаточно медленно. На сегодня этот препарат достаточно широко применяется, несмотря ни на что. Но, тем не менее, надо понимать, что переход, то есть, если мы применяем за сезон, за вегетацию более трехкратного применения какого-либо препарата, то возможно опять формирование резистентности и к новому виду препаратов. Поэтому тут надо с осторожностью применять, и, конечно, желательно проводить чередование пестицидов. А лучше, если мы, допустим, снимаем высокую численность паутинного клеща каким-либо совместимым препаратом, не перитроидным, соответственно, не фосорганикой, и опять начинать из-под воли внедрять биометод хищных клещей, заселять. И стараться уходить от пестиционного пресса. Юрий Иванович, вопросов еще много. У нас просто мы из графика выбились. Я думаю, это наш не последний вебинар. Мы еще вернемся к ним. Пожалуйста, пишите вопросы.